добрый день уважаемые студенты у меня в руках тема сегодняшней нашей лекции южная азия в новое время и вопросы нажмите на паузу и перепишите тему и вопросы сегодняшней нашей лекции а мы продолжаем лекцию когда мы говорим о южной азии подразумевается полностью индия на данный момент индийский континент и индийский регион это прежде всего три страны это бангладеш сам собственная индия и пакистан момент раздела в 1947 году это было два пакистана с обоих сторон и и разделились эти страны по религиозному принципу но этот религиозный принцип конечно же получила начало гораздо раньше не только не в двадцатом веке и видя представляет собой гораздо больший регион чем на данный момент представляет собой государство что-то за причины были из-за того что видя оказался вот таким образом разделена конфессионально прежде всего конечно индия это одна из регионов где буддизм запрещен скрепился и получил свое развитие буддизм развивался на территории северной иньи распространялся во все регионы в том числе на территорию нашего южного казахстана в том числе на территории синьцзяне у нас здесь были в шестых седьмых восьмых веках нашей эры здесь были буддийские храмы это время максимального распространения буддизма но с приходом арабов буддизм сходит на нет в этом регионе но в Индии арабы не пришли поэтому в Индии в буддизм а потом исходное из него религиозное течение самое сильное из них это индуизм она продолжает развиваться в тех же религиозных философских направлениях которые были которые вот в этот период сформировались что касается мусульман территория северной Индии всегда была открыта территория так же как и вся территория и само собой на территории Индии уже в тех же восьмых девятых десятых веках проникали купцы в том числе из арабских стран поэтому ислам не был каким-то религией которая была чужда собственно Индии мечети в Индии появились уже в восьмых веках в крупных городах там располагались колонии купцов и исламский фактор уже в тот период играет значительное влияние на те или иные княжества потому что вместе с купцами за купцами находились арабские правители которые были очень сильны и очень пассионарны в тот период но окончательно позиция ислама на территории Индии усилила государство великих моголов потомок Осаб Тимура, Тимурленко, Эмир Бабур он смог захватить Дели и создать достаточно стабильное государство которое просуществовало два века, больше двух веков и фактически до времен Надиршах пока иранский правитель Надиршах не захватил великих моголов но великим моголам удалось как-то освободиться после его смерти но все равно уже могущество его было подорвано и в дальнейшем англичане воспользовались слабостью этого государства но два века существования великих моголов это время исламской архитектуры, исламской культуры на территории северной части Индии которая распространялась и в другие части Индии и конечно же могущество исламских улемов и исламских правителей в этом регионе поэтому достаточно значительная часть индийцев они приняли ислам и до 19-20 веков в принципе индийцы мусульмане и индийцы индуисты они жили достаточно мирно с другой стороны Индия это страна огромного количества этнических сообществ самым конечно же крупным сообществом здесь являются по сути титульные нации из миллиарда человек это примерно больше 200 миллионов это этнос хиньи именно их предки разговаривали на санскрите и их предки написали основную массу священных буддийских книг именно на санскрите были написаны и санскрит был достаточно широко распространен на других регионах и в других регионах самой Индии в этническом плане всегда шла борьба между двумя основными группировками этих этносов это между дравидами, основными автохтонными населениями Индии и индоиранцами, которые пришли на эту территорию и начинают переходить в эту территорию в поздней бронзе в эпоху поздней бронзе и захватывать весь этот регион что можно сказать обо всем этом поэтому Индия она всегда была страной в котором было огромное количество различного рода противоречий этнического характера, конфессионального характера и этими факторами воспользовались сначала португальцы сначала голландцы они основали ряд факторий самая известная из них это нынешний курортный город Гоа там была португальская торговая фактория небольшая колония которая торговала со стороны Индии очень-очень сильно разбогатела а потом начались прямые захваты британцами и англичанами в основном почему-то известна именно британская часть но французы тоже точно так же как и британцы захватили ряд владений на территории западной Индии и французский язык на виду с английским был достаточно распространен в Индии и распространен до сих пор что касается характера колонизации конечно же Индия так же как и Китай представлял собой очень интересным в плане экономической колонизации потому что и Китай и Индия были в свое время экономическими суперъезжавами региона но надо сказать что они так и не смогли у них так и не приединились капиталистические отношения и поэтому те отношения которые были экономические они законсервировались а потом и к 17-18 веку начали стогнировать амличане и французы хорошо изучили этот регион поэтому стремились в этот регион как можно быстрее проникнуть даже Петр Первый не очень-то географически понимая где Индия находится еще в начале 18 века давал задание полковнику Бергальцу выйти к границам Индии из Тобольска можете себе представить вот такого рода события они привели к тому что сначала британцы и французы посылали туда научные экспедиции в котором участвовали военные офицеры а потом уже туда начали проникать собственно и отдельные британские отряды которые заключали неравноправные договора с отдельными индийскими княжествами все это привело к тому что уже в 18 веке большая часть британцев и меньшей части французы они владели практически всей Индии но им не совсем повезло в отличие от португальцев в отличие от голландцев которые к этому времени уже которые к этому времени потеряли практически все основные свои владения в этом регионе потому что именно в конце 18 в начале 19 века появляется национальное самоосознание крупнейших этносов на территории Индии это драгиды это бенгальцы это хинди и эти этносы они они стали базой для появления национального движения которое поставило перед собой задачу освободиться от колониального ига то есть они решили что они не хуже британцев они не хуже французов они тоже могут создавать и иметь свое государство и из когорта их политиков начинают создаваться различные национальные движения самое известное из них это национальное движение которое возглавлял Махатма Ганди надо сказать что кроме фамилии все остальное это является его титул на самом деле этого человека звали Махандас Карамчанд Ганди он происходил из титульной нации из хинди у него его родители были достаточно состоятельными отец его был чиновником местной администрации города Порбандар и Махатма Ганди смог получить благодаря конечно своим родителям хорошее образование в Лондоне он стал юристом потом его направили на территорию Южной Африки для работы он будучи юристом начал защищать индийцев которые работали на территории Южной Африки защищать права индийцев и вот именно там на территории Южной Африки зарождается основная идеология будущей партии индийский национальный конгресс и конечно основной его идеологии которая получила название Сатяграха это название было не то что придумано а сформировано Махатмой Ганди его называли Махатма Великий Человек сам он не очень приемлем свой титул и надо сказать что в течение всей его жизни происходили определенные метампорхозы самим человеком если он человек который родился в 1869 году на год старше Ленина был по европейски опросован носил европейскую одежду то к моменту и к моменту приезда в Индии то есть к моменту приезда в Южной Африке он был достаточно достаточно по европейски ну скажем так состоятельным человеком это портрет Махатма Ганди теперь обратите внимание на этот портрет к концу южно-африканского периода своей жизни в 1893 году он уже превращается примерно в ту личность который знает уже миллиарды людей во всем мире он становится аскетом он отказывается от европейской одежды он отказывается от многих тех привилегий которые были у него как у образованного человека потому что этого требовала идеология сатиаграха вот эта идеология сатиаграха она становится актуальна и сейчас на данный момент особенно в связи с острой китаефобией которая есть в нашей стране если мы так ненавидим китайцев то давайте мы тоже объявим сатиаграх давайте мы тоже объявим бойкот тем товаром который не производится в Казахстане вот точно так же Махатма Ганди он отказался он предложил своим соотечественникам уже по приезду в Индии отказаться от британских колониальных товаров не покупать их тем самым он это был один из самых мер и аспектов этой борьбы позже будут сформированы сформулированы и другие аспекты этой идеологии это неповиновение это мирное сопротивление то есть вот основная идеология сатиаграха это не сделать своего врага еще хуже а наоборот сделать своего врага своим союзником и другом вот это уникальное политическое движение единственное уникальное политическое движение в котором приняли участие все граждане Индии практически все граждане в начале двадцатого века отказались от европейских одежд они сжигали те ткани которые купили европейских магазинов они сами начали ткать те ткани которые были на тех же самых старых вот этих прялках и вот эта прялка стала символом этого движения и к начало тридцатых годов двадцатого века фактически англичане очень хорошо почувствовали что представляет собой это движение потому что их колониальное господство стало экономически для них невыгодным надо сказать что к середине двадцатого века о экономической невыгодности таких колониальных владений почувствовали практически все страны Европы одним из самых первых это сделали испанцы но Испания больше потерял свои владения из-за того что их владения были завоеваны другими европейскими странами а вот Португалия Бельгия Британия они начали отказываться от прямого колониального владения этими странами потому что это стало экономически невыгодно и самым первым это экономическая невыгодность доказали индийцы В 1930 году в городе Анда была сформирована первая конституция Индии была провозглашена андалская республика и вот эта конституция этой республики потом станет конституция самой Индии надо сказать что конечно же сам Махар Маганди и его сподвижники по индийскому национальному конгрессу они не замыкались только на своем национальном движении они хотели изменить мир сделать мир ненасильственным сделать так чтобы и у Индии и у других стран не было больше армии сделать весь этот мир действительно миром и конечно же для Махар Маганди события 1946 48 годов стали огромным разочарованием когда две конфессии мусульманская и индуистская они начали вот друг с другом боевать и все это привело к тому что Индия разделилась на три государства два Пакистана и собственно Индия в которой проживали индуисты из территории Бангаладеша и современного Пакистана начали покидать индуисты туда переселятся мусульманы а из собственной Индии большая часть мусульманов переселилась на территории Пакистана и Бангаладеша иagine Конечно, мусульмане остались на территории Северной Индии, особенно их много, на территории провинции Кашмир, где постоянно происходят столкновения с местными сепаратистами, которые хотят отделиться от Индии, создать свое собственное государство с охватом территории двух штатов Джами и Кашмир, там, где проживают в большинстве своих мусульмане. И в этом отношении там есть определенные проблемы, в том плане, что к мусульманам в Индии очень-очень плохо относятся, к мусульманам нет возможности продвигаться, у них нет практически социальных лифтов, и это одна из самых жалких категорий современной Индии. Посмотрите фильм «Миллионер по струщам», для того, чтобы понять, что представляет собой жизнь мусульман в Индии. Это при том, что, конечно же, основная масса индийцев даже не очень-то хорошо живет. Новое время, оно характеризуется для Индии, конечно же, тем, что постепенно изменяются и кастовые различия. Каста Брахманов, которая сотрудничала с англичанами, они постепенно-постепенно к началу 20 века становятся одним из лидеров и входят в политические элиты, которые занимаются национально-освободительной борьбой в Индии. И именно среди них выходит очень-очень много интересных политических лидеров, которые становятся основными руководителями этого движения. Я просто хочу сказать, что Индира Ганди и его семья, они не имеют, они однофамильцы. Индира Ганди, она дочь первого президента Индира Дживы Неру, девичья фамилия Неру, а Ганди это по мужу. И муж не имеет никакого отношения к Махатману Ганди. Вот, помимо индуистов на территории самой Индии всегда были достаточно большие общины католиков, христиан-католиков, это наследие от французов. Были, есть очень большие общины в основном в городах, это протестантов, это наследие англичан. И еще с древних времен остались зароштрийцы, то есть огнепоклонники, тоже очень значительная часть индийцев. Наша лекция подходит к концу, я прошу обратить внимание вот на эти вопросы для закрепления. Нажмите на паузу, перепишите эти вопросы. И я надеюсь, что мы обсудим их на семинаре, а какие-то предварительные уже вопросы можно послать мне на электронный адрес. Продолжение следует... Продолжение следует...